У нас светлые пятна. Ты же уже, наверное, знаешь, как мы любим избавляться голубым от всего, да? То есть там, где у нас светлые пятна, ты вот так вот просто припачкаешь. Там, где у нас рыжие пятна, светлые. То есть нам там тоже голубой нужен, ну и в такую меру. Поэтому ты просто припачкаешь. А там, где голубой активничает, где он плотный, небо и море, там ты плотненько уложишь с веществом краски. Хорошо? Вот оно вещество, уложишь плотненько. Можешь бирюзу небу посветить. Вот оно. Значит, море, даль моря. И весь рисунок пока голубым. Вот наша девочка, весь рисунок, тени от нее. Вот эта припачканность. Чуть-чуть подотрешь, чуть-чуть подотрешь, чуть-чуть подотрешь. И на эти места разбил красноты, кадмий красный светлый. И вычитанием уложишь. Вычитанием уложишь. И уходишь слишком расширенное изображение. Тоже подотрешь. Разбил именно пока розового. Потом желтоту добавишь. Усадишь. Раз. Усадишь. Два. Все это потом прекрасно моделируется, уточняется. Уточняется. Прикольно? И по-быстрому, и по-легкому. Вон сколько у нас уже света в картине, да? Несмотря на то, что столько голубого. Чуть подсунешь бельнотиков, чуть подсунешь краснотиков. Рыхловато, рыхловато, без разжижения краски. Рыхловато. Хорошо? Давай. Коричневый, красный. Вот здесь вот это пятно замечательное, которое держит девочку, да? Вываливает ее на передний план. Под красноту подубрала. Загнала ручечку. Раз. Потому что ручечка сейчас перемешивается с голубым, нам только на руку. То есть она сразу становится в контексте среды. В контексте среды становится, чтобы потом, где надо, уложить свет. Подтереть еще и уже уложить вот такой нарядности свет. Вот такой нарядности рефлекс. Но это уже все перемешано с голубым чуть-чуть, то есть с теневым цветом, да? С цветом теней. И это сразу выгодно прозвучит. Вот эту белизну сюда подсунуть сразу. Вот эту белизну подсунуть. Внятно. Сумочку подсунуть. Раздавлено. Красочку. Все раздавлено. Вот эти лоскуточки. Подсунуть. Ага. Ну, отлично нашла все. Отлично. Так. Опять же. Уже становится понятно, где отсечь. Где у нас ручечка. Бирюзовенький возьмешь. Разбелый бирюзовенького. Тоже чуть-чуть подмешаешь. Такими раздавленностями подмешаешь. Линия талии там очень высокая. Поэтому поднимешь ее аж сюда. Да? Угу. Линия талии. Краснотики прозрачности платья подпустишь. Давай, набирай, набирай. Еще, еще. Да. Красиво все. Молодец. Молодец. Давай немножечко дополним здесь темнотой. Да? Чуть-чуть, чтобы у нас уже удалечко сформировалось. Нарочитая полосатость море. Нарочитая полосатость. Усадишь эту полосатость. Со складками у меня что-то как-то. Ага. Сейчас, сейчас. Ткань это проблема. Так, да. Чуть-чуть вот эту, смотри. Вот этот хворост. Ага. Смотрите, как он хорошо укладывается. Вот такими действиями. Да, вот я не знаю. Вот такими. Про этот цвет, а потом думаю, что-то мне сиреневый не хочется туда внести. Вот оно что-то такое. Чуть-чуть разбомбило пятно. Понашвырять этой рыхлятиной. Смотри. Рыхлятиной. Здесь вот в таком состоянии, выклятина. Вот в таком. Синий, розовый. Мощно засунуть туда это. Можно плюс коричневый значить. Мощно. Ножечки опустятся вот сюда. Вот сюда. Тенис тое выразить. Значит, ткань это такая штука, которая тоже цилиндр. И не знать это, это не мочь справиться с тканью. Сейчас, наверное, она чуть-чуть крутая. Есть. Так. Итак, это цилиндр для начала. Все эти фалдочки, все это цилиндрики, цилиндрики, у которых есть продольные звучания. Вот даже на этом этапе ты видишь, что оно вдруг превращается в ткань. А пальцами нельзя их? Нет, пальцы здесь не пройдут. Плюс тенистые. Плюс тенистые. И там еще у него есть складочки вот по этой траектории. И ты тоже задаешь эту траекторию. Есть, да? Угу. Вот такая траектория. Но эти штрихи, они видны. Ты согласна? Да. И они создают идею цилиндра. Можно периодически, даже вот уже положив, тоже сбить в цилиндричное. Например, пустой кистью. Вот так взять пустую кисть. Не такую какая-то, а пустую. И все равно чуть-чуть сбить цилиндр. Еще не здорово. То есть вот сбило, сбило, сбило. И опять укладочки по вертикали. И опять укладочки по вертикали. Но все больше в промежутках виднеется штрих по цилиндру. И столько, сколько он виднеется, он дает. Вот здесь вот штрих по цилиндрику можно задать. Вот такой нарочитый. Тоже будет усиление идеи. Можно, можно и нужно. Да, 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 да. Именно по вот этой траектории. Смотри, ты правильно, правильно мыслишь? Вот именно по этой траектории. Так. И вот эту глубокую тоже как-то так, да? Да, вот эту вот туда. Угу. По этой траектории, да? Да, да, да. И у нас обязательно появятся ткани. Ну, плюс эти краснутики, которые там прозрачные. Сначала их можно по высоте кинуть. Потом по ширине штрихануть. Что-то там такая комковатая. Смотри. Вот у нас одна тональность. Смотри. Вот одна тональность. Вот у нас другая тональность. А потом по ней коротким штрихом. Много, да. Значит, надо вытереть красочку по светику. По светлой этой траектории. Вытереть. Посадить туда. Белость. Желтоватая, розоватая. С этой границей внятной, да? А потом эту границу чуть-чуть превратить в штрих. И оно, хочешь не хочешь, тоже закруглится. Вот эти рефлексики тоже туда подмешать. Хорошо? Вот они. Вот они. Смотри. И прозрачное, и молочное такое. Вот они. С локтями. Ну, подкрасишь. Возьмешь красноту какую-нибудь. Подкрасишь. Локоточечек. А, вот так. Чуть-чуть, да. Чуть-чуть, да. Чуть-чуть, может быть, где-то. Тенистость эту выразить. Можно вот так вымокнуть красочку, чтобы потом уложить нужный цвет. Желтенький чуть-чуть. Смотри, как она сразу ягодкой на свет смотрится. Правда? А то она была коричневым деревцем, а теперь она стала ягодкой на свет. Прозрачность. Фотография этого взять не может. Фотографию трудно до этого состояния довести. Живопись может. И это сразу отличает, это конкурентное преимущество живописи. создание у тел вот таких прозрачностей. Вот таких прозрачностей. Не может себе фотография позволить вот такой рефлекс. Она там чумазит и прочее. А мы можем. И у нас именно в этом, в солнечных зайчиках, в солнечных днях конкурентное преимущество. Чтобы оно аж прозрачное было. Правда? Угу. Вот. Здесь. Чтобы ему не было одиноко, этому пятно сразу. И подмышечное теневое подсунуть. Да? Угу. Угу. Не просто темное пятнышко, оно очерчивает. Вот ты просто поставила темное пятнышко. А оно очерчивает вот эту даль. Свет из-под теневой. Это он. Он маленький здесь. Но он дает очень сильный эффект пространства. Именно он. Тоже желательно с некоторой оранжевиночкой, желтиночкой и на платье свет. Вот. Легкая. Да? Сразу цвет света. Да. Цвет света. Цвет света. Цвет. 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 Есть вот этот. . Косый. Есть. Косой зигзаг. почему здесь возможен казалось бы мы же цилиндры цилиндры рисуем почему здесь возможен штрих и по высоте дело в том что цилиндр это вот так в основном штрих по цилиндру но в краях и немножко так тогда все порядке поэтому будем считать что это края то есть мы их штрихуем как как края по высоте основная масса у нас по ширине по цилиндру по цилиндру но часть и по и по высоте и темные да дай ну да 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 и какие там хорошенькие темные есть есть такое да а вот это вот смотри толщина появилась да то не было толщины сверху сверху на в в в Вот такие звуки можно укладывать еще. Вот так, лежачая кисть, вот они травки такие, также и эти волосяки, то есть смотри, смотри, как-то оно так поблагополучнее. Произвол кисти от противостояния холсту. Немножко таких звучиков. Как вам с аменистостью? Так, аменистость очень даже приличная, да. Единственное, надо соединить одно с другим, чуть-чуть нет соединенности. Ну чай-то я побоялась. А так в цвете ничего, да? Да, да. Спасибо. Спасибо. А вот тут вот немножко, вот так, очень ровно на моему. Шу-шу-шу. Сильно обведены ноги. Вот я смотрю, что-то с ними не так. Мягче просто. Да, да, да. Я ее осуществлю. Хотите, мне не нравится, почему-то всегда у меня такие вот жарко. Спасибо. Спасибо. Хорошее получилось. Ой, как здорово. Что это? Что это за ноги такие? Подвустика. Вот это тоже пальцем, но это сухо. Да? Так, веселье чуть-чуть. Так она там чайочками заливалась, да? Ну да. Чайочки это чуть-чуть ломанное. Ломанное. То есть не галочка, а зигзагик. А тельце не надо уголать? Не надо. Я просто сам характер укладки, что это не кругловатое, чтобы он в голубя не превратился. У них еще темные крылышки там в конце, так чуть-чуть. Сначала швыряем полутон. Потом приколастиков. Не сразу светлости, а после полутона. Да? Такое бликующее состояние. Плюс вот эти запятые, которые там, загогулинки. Легкая вот эта вот натемненность этого касания, да? Касание одного с другим чуть-чуть подбросило тени, да? Да. И еще. Свет из-под теневой. Наш любимый свет из-под теневой. Это теневая, это рефлексы света, да? А это свет, и он вынятно светлее, да? Да. Пусть даже не кричащий, как здесь, но светлее. Свет из-под теневой. Свет из-под теневой. Дирижаблики адаптировались в среду, да? Адаптировались. И на чайке. Смотри, да? То есть не только накладывательно, но и вычитательно это работает. Ну, смотри, какую мы задачку сегодня съели. Спасибо.